Возьмем ультрамаринчик, возьмем розовинку и плотно, не сухомятку, плотно с веществом, пройдешься, создашь эту абстракцию фонового пятна. Где-то с намеком на свисающую ткань, где-то с намеком на складки свисающей ткани, где-то с намеком на штрих ткани. Ткань любит штрих, поэтому где-то с намеком на штрих. Если что, добавляй сюда влаги, чтобы она не была слишком вязкой. Рябушку. Поскольку там рябит, нам ничего не остается делать, как набрать эту рябушку. Скупее, чем там, потому что самые мы уже будем дорисовывать пальцем пространство. И ты видишь сразу цветки на лицо. Их даже рисовать не надо, надо просто повращать пальцем. А вазочку наметите? Когда ты накидаешь фиолетовинки, ты возьмешь зелень. Может быть тоже с бирюзой возьмешь. Зелененький возьмешь. Сначала голубой-коричневый. Бас тебе вот эту темнятинку. Потом плюс желтоты. Нашвыряешь, нашвыряешь. Сам стеклянный предмет, когда ты накидаешь и того, и другого. Возьмешь и того, и другого. Спустишь. Дашь штрих по цилиндру и поставишь блик. Но я шучу. И продолжишь уточнение уже такого характера. Ноги этих стволиков. Посмотри, что делаем. На раз, два, три. Мы как бы сверху смотрим на него. Вот по такой тройке. Смотри, как ему красиво быть наклоненным. Вид сверху. Возьмешь цветнотики и намигаешь ими. Вот такими цветнотиками. Желтыми, оранжевыми. Розовыми. Чуть-чуть намигаешь. Пальцем, если ты помнишь, я доставал вот эти вот следочки. Подоставай их тоже. Хорошо? А, пока достать, а уже потом? Потом, да. Сначала сделай какой-нибудь просто пируэт фиолетовый. А потом возьмешь, разбил. И в этот разбил. Вмитнешь. То есть, штука мутная. И там мастихину делать нечего. И обязательно эти ноги, ноги растений. Вот они, вот они. Вот они, смотри, прямо палец сам очень умно раздает. Не надо делать мастихиновые укладки. Вот она. Мастихином ты можешь, единственное, что здесь подложить. Вот эти внизу, какие-то, чтобы мутность эта вполне выразилась. Некоторый намек на толщину стекла снизу. И когда донакидаешь вот этих вот подробностей, ты можешь чуть-чуть вдоль веточек дать борозды. Оно выразит те веточки, которые ближе к нам, что они имеют толщину и как бы прорисованы. Но потом все это, особенно когда красочка станет, ты возьмешь некий разбил и немножко этим разбилом перебьешь. Появится как бы поверхность стекла. Не обязательно по всей длине, можно только по верхней части. Тоже подложить что-нибудь, да. И вот это. Вот это. Там у них еще есть линия воды, которую можно обозначить. И там вообще нет блика. Но нас такая ситуация не устраивает. Мы возьмем и подложим бличок. Может быть даже в форме окна. Ну, окна, крестовины окна. Вот. И тогда будет очень понятно, почему свет пробил насквозь и там уперся в... Тогда вот сюда вот снизу и не закладываешь много, да? Сюда? Ну, да. Ну, просто здесь белый будет кричать. Отчасти потом выйдут вот эти звуки отсюда. Вот эти. Вот такие полосочки выйдут. Вот такие. Вот они, посмотри. Причем старайся где-то, вот где возможно, хулиганить. Вот. Прямо есть кое-где направления, в которых можно похулиганить. Вот они, лепестоники. Вот они. Прикольно так? Да. Давай так. А с цветами пока не трогать. Ну, ты сейчас уже что-то набрала. Хорошо. Можно чернявочки вот этих мест дополнить. Да, чтобы каркас темного схватил букет. Чтоб он не был аморфным. То есть чуть-чуть чернявочек нашвырять. Вот это зеленый. Зеленый, коричневый, голубой. То есть он даст вот эту глухоту темного. Но это только в этом месте. Вот это же какой-то такой, да? Там этого, конечно, нет. Там цветоники, цветоники. Так. Потом ты вот так вот подшкребешь. Ну, это вариант анютины глазу, насколько я понимаю. Нет, это как-то звать желтый. Подшкребешь. И вгонишь беляки этих светленьких цветоников. Да? Уже мастихином, потому что трудно будет преодолеть не мастихином. Да? Угу. А там уже уточнишь серединочку. Или теневого. То есть ты видишь, прямо вот по такой траектории пошла сюда теневая. То есть свет и оттуда каким-то образом бьет. Можно нахитрить. Потом на плоскости вот этот свет тоже отбросил. И можно показать прямо отброшенность светлого пятна в ту сторону. Ну и вот эту тенистую, наверное, все-таки как отраженное пятно. Вот эту темнилочку, ага, темнилочку, может быть, подсадить для того, чтобы появилась геометрия окружения. Тем более, что вечно цветы вокруг каких-то геометрий окна и прочего, и прочего. А сюда метнулся свет, ты понимаешь? Вот тот же свет, вот туда метнулся. Тоже прикольно. Я все это не трогала. Ну, пощупай, пощупай. Ну, уже прикольно, да? Вот эти вот, там где-то палку какую-нибудь воткни, геометрику чуть-чуть, сквозь ткань, которая закрывает окно, маленькое, допустим, проявление геометрии. Давай такое. Если этот холодноватый, да, то этот теплый. Ну, перемолоть на желтый. На желтый плюс коричневый. Ну, жуткий цвет. И вот что это вообще за солома? Ты ж помнишь, сначала пальчиком вытащим на мутном, на мутном. На этом уже ничего не вытащишь. Это надо перемолоть на мутном. Помнишь первый, первый вход? Угу. Тогда вот это мутное разрезается более конкретным. И тогда в этом более конкретное можно чуть-чуть, не вот так, а чуть-чуть. Ты понимаешь? Угу. И тогда совсем другое дело. На желтый. Так. Очень много пластили на краске без результата пока. Значит, напомню, изначально мутнятина. Ну, беречь там нечего было. Там страдать ни от чего, потому что надо просто пятно превратить в человеческое. Тоже вот проговаривал я желтый с розовым, ой, коричневым. Мне как-то не произошло. Да. Нет, он затерся. Видимо, волшебно. А китю? Астахиева. Просто какого цвета эти веточки? Ну, конечно же, зеленые. Но зеленые-то... Мы-то привыкли, что зеленые-то вот это. А зеленые-то и вот это. Но поскольку мы привыкли, что зеленые вот это, оно все стало вот такого едкого зеленого цвета. Так, сейчас берутся. Губочки. Кого кит здесь пей? Я думаю, пальчиком. Пальчиком. Пятно рисуешь. Не рисуешь содержание пока. Где-где? Нет, нет. . как раз не очень хочет давать уроки и так подписать она не против а вот подавать уроки не за что стесняется у тебя есть мой телефон у меня в интернете полный беспорядок есть правда сайтов и там все все вы не успевает идентично написать чтобы получить проценты они в предоплату так в этом месте завтра последние занятия до каждую субботу воскресенье ну был такой переходный период был переходный период когда питер перестал ходить а москва резко усиливать с этого момента там суббота воскресенье есть будни и дни там там все то есть мутата теперь плюс вот эти ноги несколько замученное уже просто поэтому не так все вкусненько как хочется но тем не менее лепесточки которые внутри этих стволиков идейка для плоскости воды чем не обязательно от края и до края ее рисовать можно обозначительно поступить истерзанное место не нормально можно потом уберите так Так. Да даже наоборот. Все больше зависимым становлюсь. Правда, почему-то так мне это нравится. Вкусно. Вот, можно несколько усилить. Там этого нет. Но это как бы игры. Рисунка. Когда мы берем и усиливаем щель между одной, одним предметом и другим. Да, вот эта вот щель. Она сразу выявила касание, место касания. А у шарика, у него, естественно, оно все с большим напряжением в какую-то точку. Поэтому сразу шарикообразно. Теперь эти темноты. База-то по идее такая высокая, да? Вот ее горлышко. И вот стволики, которые ушли в это горлышко. Плюс у нас планировался блик. Планировался блик. Ну что, стекло любит блик. Ну что, стекло любит блик. Угу. Таким способом смазывается. Произведен газ. То есть мы должны обозначить стекло. Вот таким, например, действием. Плюс плечок. На вот этой поверхности тоже блик. Звонкость блика, да, порешало вопросы. Но не только вот эти вещи, но и, смотри, торчалки листиков, которые там, вышли сюда. Смотри, смотри, какая-то веточка выползла оттуда. Какие-то лепесточки. Это те, которые уже снаружи. Сопельку, да? Тоже эти же сопельки пораспрыгались и там. Плюс цветочек, который вот здесь. Вот смотри, он прямо вот по такой траекторике змеечкой вышел и здесь сформировался. Давай. Так. Так. Например. То есть в унисон этим густосом. подбрасываем густоты цветкам. Потому что цветки были только пальцем набраны. И это не додает им. Так. Сразу раз. И оно уже в целом. Ну, какие-то такие звучки. Она вся состоит из звуков. Но несколько цветков надо прорисовать, чтобы было ясно о каком растении идет речь. Вот этого сейчас я пытаюсь нарисовать, прорисовать. contain так и так и вот и Фоном можно обрисовывать все это добро. И тоже возвращать заслоненный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать. Добро пожаловать на наш канал. 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 Добро пожаловать на наш канал.